Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас из Одессы. На улице весна. Вы можете видеть позади меня зелёная травка, цветут деревья, красота. Весну, конечно, никто не отменял, даже если в стране и во всём мире карантин. А мы выходим полюбоваться природой, подышать воздухом. И вас вместе со мной приглашаю. Как обильно расцвела черешня у нас. Вот такая вот красиво цветёт, пышно-пышно. И, конечно, цветы цветут. Вот такие у нас цветочки. Посмотрите, какой тюльпанчик. А на подходе вот ещё несколько. Но они расцветут чуть позже. А вот цветёт персик. Весна, конечно. Поэтому всё цветёт. Всё благоухает. И тюльпаны тоже. Всех цветов. Вот такие вот красивые. У нас тоже расцвели. Так что выходим. И радуемся цветочкам. Ну что, друзья. Время идёт. Весна движется вперёд. Весну никто не отменял, конечно. Поэтому, что хочу вам сказать. Карантин карантином. А природа требует своё. Хочется, конечно, больше быть на природе. И поэтому выходим на крыльцо. Вот мои тут зверюшки со мной вместе. Вот. А вам я что хочу сказать. Что дело в том, что этот вирус, который, вы все знаете, сейчас господствует по миру. Я думаю, что в нашей стране он надолго не задержится. Вообще, что я заметила. Что больше, конечно, он побушевал. Понятно, в Китае. В Италии и в Иране. И вот какой я могу сделать вывод. Понятно, что всё началось с Китая. Но потом весной, как вы все знаете, многие китайские предприниматели все едут в Италию на распродажи товаров, которые вновь выходят в моду. Всё новое. Всё, конечно, они все приезжают в Милан, в Рим. И я думаю, что распространение произошло вот где-то в январе-феврале, когда многие граждане Китая приезжают в такие центры мод, как город Милан. Как город Милан, ну и во Францию. Вот здесь, конечно, больше всего распространилась пандемия. Ну, я думаю, что этими странами предприняты все меры. И вот я недавно смотрела новости. В Италии уже в скором будущем, неделька-две, и уже немножко будут послаблять меры, которые нужно соблюдать в карантине. Дело в том, что сейчас у них уже разрешили уличные рынки. И люди немножко оживились, конечно, в связи с весной, с такими погодными условиями, которые сейчас тепло, солнышко весеннее. Конечно, люди не могут сидеть дома, хотя вынужденно сидят, подчиняются законопослушные граждане. Но вот послабление у них уже намечается вот в ближайшую неделю. Вот поэтому будем надеяться, что и у нас этот карантин к концу месяца тоже будет послаблен. Мы в это верим. И я хочу вас заверить, что это всё равно пройдёт, всё когда-нибудь проходит. Так что не переживайте, радуйтесь жизни. А у нас, вот я слышу запах шашлычков. Сегодня, конечно, праздник, верное воскресенье. И уже некоторые, которые соблюдали пост, конечно, многие уже... Ну, католики сегодня отмечают Пасху, поэтому уже, конечно, многие разговляются. Мы, конечно, подождём недельку. Через недельку у нас будет Пасха. А у католиков сегодня... Я, конечно, всех католиков поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю как можно быстрее выйти из карантина. И всем, конечно, желаю здоровья. И у нас тоже вот приготовлены дровишки. Мы тоже ожидаем эту неделю до Пасхи и будем тоже жарить шашлычок. Хочу показать вам наши дровишки, которые ждут своего часа. Мы, конечно, будем жарить шашлычок на Пасху. Ну, и затем первое мая. Так что мы к праздникам весенним готовы. Друзья мои, а вы как? Вообще не унываете в карантине? Расскажите нам в комментариях, напишите. Мне очень интересно. Потому что мы вообще по жизни оптимисты. Стараемся никогда не унывать, не терять бодрость духа. Поэтому так по жизни как бы легче. Я надеюсь, что среди вас тоже много оптимистов. Так как бы легче идти по жизни. А вы напишите нам в комментариях, как вы, вообще, как ваш дух. И надеюсь, вы не падаете духом. И верите в то, что все будет хорошо. Поэтому надеюсь, вы нам поставите лайки, подпишитесь на наш канал. А мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok